Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем вместе, но отношения начали остывать. Веду себя так же, ухоженная девочка, но я его в последнее время не возбуждал даже. Вроде все хорошо, но чувства остыли, мы разговаривали, поэтому по поводу этого он сам не знает, говорит все хорошо вроде, но есть эта проблема. И как ее решить, мы не понимаем. У него много работы, толком не видимся, если только ночью. Подскажите, пожалуйста, что и как тут поступить и делать. В первую очередь, наверное, определить, что для кого проблема. Потому что, на мой взгляд, здесь, знаете, как-то я бы сказал, да, как будто бы, ну, переплетено, да, то есть, как бы, вот. Нужно, мне кажется, в первую очередь распределить, где ваша проблема, да, где его проблема. Что, условно говоря, для вас проблема, что, условно говоря, для него проблема, вот. Как-то так, да, и дальше уже будет, в общем, на целом, понятно, вот. Понимаете, да, не наоборот, то есть, как бы, здесь вот, вы начинаете не с того. Вы, как мне кажется, вот, используете несколько не те, ну, не ту терминологию, я бы так сказал. Ну, это первое. Что, для кого есть проблема? Для вашего мужчины, например, это проблема? Для вас это проблема? Понимаете? Какая штука. Дальше, вы говорите, что он много работает, что у него, сейчас много, значит, дел и так далее. Ну, значит, для начала надо бы, эээ, несколько разгруз, разгрузиться. Для начала нужно несколько, несколько, эээ, освободить, эээ, что называется, эээ, ресурс. Вот, потому что, вполне возможно, что человек просто устал, вот, ну, вполне возможно, что человек просто устает, да, и, соответственно, в силу него не хватает. А вы же, эээ, ну, соответственно, эээ, соответственно, эээ, из этого делаете, эээ, вот, ну, такую, достаточно, ээээ, серьезную, как бы, ээээ, проблему. В данном случае. В данном случае. Поэтому, ну, важно, вот, ээээ, на это обратить ваше внимание. Да? Вот. А, что конкретно и как конкретно вы можете сделать, чтобы, вот, ээээ, человека, вот, немножко, немножко разгрузить, да? А, вот, может быть, он, ээээ, сам, что-то, ну, что-то может, ээээ, ну, сделать. У нас, вот, вот, понимаете? Ээээ, какая шкука. Дальше, естественно вам не хватает взаимодействия какого-то контакта, и соответственно это твой контакт, нужно как-то налаживать, вот, понимаете, да? Поэтому вот такая история, ну в данном случае. Вот, в принципе, то, что можно сказать, в следующий момент, это вполне вероятно определенные обиды у вас, как-то вот накопились, вот, что-то невысказанное, невыраженное и так далее, что может блокировать проявление какой-то энергии. Вот, понимаете, да? Тут, тут вот тоже есть свой момент, поэтому, ну как минимум, вот, возможно, вам не мешало бы поговорить с психологом, да, вдвоем, вот, на совместную, как бы, на совместную терапию, на совместную консультацию, вот, обсудить какие-то вещи, вполне вероятно, что какие-то моменты будут, вот, в данном случае захвачены, вот, в какие-то моменты, я более чем уверен, будут найдены, найдены, вот. Да, то есть, как бы, ну, по факту, вот, какие-то аспекты будут, выявлены, человеком, вот, со стороны, допустим, и это поможет вам. Ну, вот, в первую очередь, вот, в первую очередь, да-да. Поможет вам лучше понять друг друга, как мне кажется. И, соответственно, уже в дальнейшем это позволит вам не совершать ошибок, вот, которые, вот, вы, может, ну, ну, может быть, может быть, да, совершать сейчас, вот. Вот, сами того не желают, сами того не хотят. Вот, но сейчас это больше история про предположение, про анализ ваших отношений. Что еще можно сказать? Например. Можно сказать, что обычно, обычно, сексуальное желание пропадает тогда, когда кто-то из партнеров, ну, скажем так, вот, ведет себя, как родители, вот, то есть, вот, очень часто в таких случаях, вот, пропадает. Сексуальное желание, вот, то есть, это изменение модели, ну, изменение модели поведения, так сказать. Вот, ну, и, соответственно, в этом направлении вам нужно двигаться. То есть, где-то вы, вероятно, ведете себя, как родители, вот, а где-то вы подталкиваете своего мужа на то, чтобы он вел себя, вот, как ребенок. Вот, поэтому, такая вот история, и, соответственно, нужно делать анализ. Если вы, ну, действительно, заинтересованы, да, в работе, то вы вместе со своим мужем можете обратиться к психологу, вот, и решить, как бы, ваша проблема, ваша проблема, это зачастую не так плохо, а, как бы, подвержена воздействию извне, вот. Поэтому, решать, конечно, здесь вам этот вопрос. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную смесь по моему ответу, вот. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...